В Кустанае прошел чемпионат Казахстана по джиу-джитсу. По итогам соревнований сразу несколько медалей отправились в экибастуз. Наши спортсмены показали отличные результаты и полностью оправдали надежды своих наставников. С 25 по 27 февраля в городе Кустанае проходил чемпионат Республики Казахстан по джиу-джитсу. В Павлодарской области представили 23 спортсмена. Это те спортсмены, которые у нас отобрались на чемпионате области Павлодарской. У нас одна золотая медаль, одна серебряная и четыре бронзовые медали. Если взять то, что федерация начала работать с 2020 года, мы считаем, что мы на сегодняшний день дали хорошие результаты на чемпионате Республики Казахстан. Также хочу отметить, что наша одна спортсменка завоевала путевку на чемпионат мира, который будет проходить 26 октября этого года. Это Далкен, Мадина, город Экибастуз. Это очень нас радует, что за такое короткое время мы добились таких результатов. Мы хотим поблагодарить наших спонсоров Колодюк Анатолий Петрович, Абдрахманов Амангельды Курмайсович, Колодюк Виктор Петрович, Оспанов Берик Канатович. Особо отметить Акима города Экибастуза Арзаха Магельдиновича, который помогает нам в поездках, в учебно-тренировочные сборы. Спонсорскую помощь оказывает. Без внимания нас не оставляет в нашу федерацию. Отдельное спасибо Акиму города. Стоит отметить, что федерация существует без государственного финансирования. Поддержку спортсменам оказывают спонсоры и общественные фонды. Победителей встретили на родине, как настоящих героев. Я переживал за вас. А для этого мы связь держали. Когда первый день в нашем заняли три бронза, потом серебро и золото уже. Это гордость наша. Ваша команда молодая. Она года два до этого. Я думаю, на дальнейшем этот вопрос будем поднимать на уровне Акима города, что каким-то образом вас финансируют. На этом нельзя останавливаться. Надо достичь, чтобы он более красиво смотрелся. Сами ребята довольны результатами боев. Но самое главное, по их словам, это приобретенный опыт. В ближайшие планы входит подготовка к предстоящим соревнованиям. В первый день я получила медаль золотую по молодежи. А второй день я участвовала по женщинам 18+. У меня было три схватки, где я две схватки выиграла, одну проиграла. И также получила серебряную медаль. Впереди теперь меня ждет в октябре чемпионат мира, которому нужно усердно готовиться. Встретился я достаточно опытными соперниками с Алматы, Костаная. На самом деле я выступаю не первый год, так что довольно легко смог настроиться на схватки. Готовиться я буду на Кубок, по Юйви и на Казахстан. Также еще планирую выступить в Алмате на Орланд-Гриппе. В трех разделах было. Я выступал по комбату, ну это бои. Провел четыре боя, из них три выиграл досрочно. И одному проиграл на один балл. Ну по баллам проиграл. И в итоге мы очень хорошо съездили, получили хорошие эмоции. Ну перешли уже на другой уровень, поняли, что, как. И мы не первый раз выступаем. Хотим поблагодарить наших спонсоров, конечно, то, что нас поддерживают, спонсируют, финансируют. Также нашу федерацию джиу-джитсу по Аладарской области. Отдельно хочу поблагодарить нурпийцев, адлета Кайжановича и Казнову Ивана Римана Иргалиевича. Они являются президентами федерации джиу-джитсу по Аладарской области. Как уже было отмечено, федерация создана в 2020 году. За это время спортсмены успели завоевать немало побед. И на этом ребята останавливаться не собираются.